Украина призывает мировое сообщество ввести IT-санкции против Российской Федерации. 3 ноября международная санкционная группа Ермака Макфола наработала подробный документ, где указала все IT-технологии, которые должны стать недоступны в Российской Федерации. В офисе президента Украины подчеркнули, что информационно-коммуникационные технологии, микроэлектроника, интеллектуальная собственность составляют основу военного, военно-промышленного комплекса и правительства России в целом. Подробнее смотрите в нашем материале. Жесткие IT-санкции против России. Вот что нужно сделать безотлагательно. Так заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, война России против Украины уже стала наиболее технологически емкой в истории. Именно поэтому необходимы санкции и другие решения для ослабления военного и экономического потенциала агрессора. Несмотря на то, что многие страны, которые наложили санкции, ввели ограничения на продажу военных компонентов и воспомогательных систем для России, иностранное программное обеспечение, услуги, техническая инфраструктура, интеллектуальная собственность и другие менее материальные объекты пока не подпадают под санкции или ограничения. Именно поэтому наша экспертная группа взяла этот вопрос в работу и предлагает конкретные эффективные меры. Андрей Ермак, руководитель офиса президента Украины в Телеграм. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 3 ноября заявил, что санкции в IT-сфере смогут ослабить военный потенциал российской агрессии. По его словам, IT – одна из опор войны России в Украине. IT используется для ракетного и дронового террора, производства военной техники, для кибератак и распространения дезинформации. То есть это одна из опор российской войны против Украины и свободы во всем мире. Мы предлагаем конкретный путь, чтобы сломать эту российскую IT-опору. Уверен, что выполним и эту задачу, соответствующие новые санкции против России точно будут. Группа Ермака Макфолы предлагает заинтересованным правительствам заблокировать доступ к IT, которые поддерживают российскую агрессию против Украины и которые позволяют России вести информационную и кибервойну против Украины. В офисе президента объяснили российские боеприпасы, ракеты, системы наведения, артиллерия, обороны, вооружение. Ряд видов тяжелой техники, танков, подводных судов базируются на иностранных компонентах или технологиях производства. После вторжения в Украину 24 февраля Россия начала реквизировать иностранные IT и макроэлектронные компоненты из потребительских товаров для военных. Поэтому больше не существует разницы между IT-товарами и услугами, которые поставляются в Россию для гражданского использования. И теми, которые перепрофилируются для военного применения против Украины. Иностранные IT-компании обеспечивают российскую военную и пропагандистскую машины. И сообщения на сайте офиса президента Украины. Разработанный документ группы Ермака Макфола содержит анализ сфер, в отношении которых следует немедленно ввести санкции. Объяснение, как это сделать и как соответствующие технологии поддерживают военную инфраструктуру России и войну в Украине. Главной рекомендацией документа является призыв заблокировать для России возможность использовать или получать IT, содержащие программные обеспечения, микропрограммы и компоненты, изготовленные любой страной, которая ввела санкции. Виктория Синько, Никита Бабенко для телеканала Freedom. Илья Нисходовский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANS, сегодня с нами на связи. Илья, приветствую вас. Добрый день. Добрый день. Давайте поговорим о новых санкциях. Вот мы сейчас слышали, как продолжает свою работу группа Ермака Макфола в этом направлении. Но я хочу напомнить, что в начале октября Англия начала, ну, фактически, работу такую, да, я в кавычках верну, ну, санкционную против российского IT. И напомню, тогда был запрет введен оказывать российским лицам услуги в области IT-консалтинга. Также буквально через неделю и Европейский Союз пошел таким путем. Мы сейчас видим, что еще хотят расширить и со стороны вот группы Ермака Макфола против IT-сектора в Российской Федерации, чтобы были введены определенные санкции, которые, ну, действительно приведут к тому, что военная машина, она будет ослабевать. Потому что я не буду сейчас повторять то, что говорил и президент Украины Владимир Зеленский, каким образом сегодня связаны IT-технологии, связанные с военной и оборонкой. Вот хочу у вас спросить, вот мы очень часто говорим о том, что санкции, во-первых, работают. Санкции, они топят российскую экономику. Если мы говорим про IT-сектор и те санкции, которые предполагаются дополнительно, кроме тех, которые я озвучила, уже есть со стороны Европейского Союза, со стороны Великобритании. Если этот пакет действительно будет расширен, как себя будет чувствовать IT-рынок в Российской Федерации? Я бы больше акцентировал внимание не столько на IT-рынке, сколько данные программные продукты используются для того, чтобы разрабатывать оружие, для того, чтобы программировать оружие, для того, чтобы наводить оружие на, в том числе, гражданские цели. Поэтому блокировка непосредственно любых программных продуктов, а в большинстве случаев это возможно, недопуск к их обслуживанию, ограничение их функциональности, запрет или, скажем так, невозможность обращения к удаленным серверам для получения поддержки. Все это технически возможно, фактически ограничит военный сектор. Я еще раз акцентирую внимание, что это военный сектор. То есть для того, чтобы разработать современное оружие, используются в том числе и иностранные программные продукты, и программирование, и так далее. То есть это ограничит возможность создавать новое оружие. Но по IT-сектору, то мы видим, что тут влияют не только такие ограничения, они нужны, их надо вводить, а также там мобилизация, которая была проведена. Люди, которые сейчас работают даже в IT-секторе, они понимают, что они находятся под угрозой привлечения в армию и участия непосредственно в агрессии против Украины. То в этом случае они принимают решение выезда за рубеж. Деньги у них для этого есть. Есть возможность обеспечить себя и свою семью жильем, содержать. И поэтому они выезжают за рубеж. Некоторые решения, которые сейчас принимаются, например, о том, что такие крупные фриланс-биржи, как Upwalker Freelancer, они, например, немножко открыли допуск к российским гражданам, которые находятся за рубежом. Это означает, что фактически говорят, выезжайте, и таким образом у вас хоть что-то будет, какой-то выход непосредственно на возможность использования международных площадок, где разрабатываются IT-продукты. Поэтому в целом, если мы так рассматриваем IT-сектор, то эти удары, они существенные. Существенные с точки зрения невозможности использования программного продукта, с точки зрения непосредственно самих людей, которые выезжают за рубеж, и теперь они не участвуют фактически в разработке или ограниченно участвуют в любых разработке IT-продуктов. Также поддержка, соответственно, которая сейчас осуществляется, она не будет осуществляться. А в современной IT-секторе, если ты не обновляешь свое программное обеспечение, то проходит некоторое время, то, соответственно, ты уже дальше полноценно использовать те возможности не имеешь. Но в то же время, кстати, мы сейчас говорим про санкции, есть и немножко обратная медаль. Например, Microsoft фактически позволил российским пользователям получать обновления, хотя перед этим он это ограничил. И возникает вопрос, каким образом и как это так получилось, что Microsoft фактически убрал те санкции, которые сам вел какое-то время назад. То есть я считаю, что такой откат является абсолютно не то, что невозможным, а это показывает о том, что компания не имеет этических принципов, моральных принципов, а фактически поддерживает войну, потому что обслуживая свои продукты, а это означает, что эти продукты в том числе используются и в военно-промышленном секторе, они, конечно же, принимают участие в войне. Если говорить, Илья, о возможных путях отхода для Российской Федерации, по соседству с ней есть огромное государство, где также производят и, собственно, продуцируют абсолютно разные IT, и приложения в IT-сфере, и многое-многое другое. Государство, для которого IT-сфера, одно из главных направлений, это Китай. Китайская Народная Республика может ведь стать таким путем отхода для Российской Федерации, откуда можно и поставлять в том числе необходимое ПО, если мы не говорим сейчас о сотрудничестве с Microsoft, условном сотрудничестве, ну и необходимая система для работы будущей и в военной сфере в том числе. Ну, тут есть несколько моментов. Первый момент, почему это сомнительно произойдет в больших объемах, потому что российский рынок маленький. Поэтому продавать туда продукты и при этом иметь существенный риск потерять, например, европейские рынки, американские рынки, китайские компании не хотят. Для них непосредственно американский рынок, европейский рынок, азийский рынок, они преимущественны, то есть он абсолютно несравнимый по объемам с российским рынком. Поэтому они так рисковать не собираются. Это первый момент. Это если мы говорим, извините, перебью ремарку буквально, если мы говорим об официальных поставках, того же программного обеспечения для Российской Федерации. Но как мы прекрасно себя знаем и как, помните, находили исследователи в российском оружии компоненты западных государств. От микросхем до чипов, которые, в принципе, не могли быть поставлены в Российскую Федерацию из-за санкционного давления, но они там были. Просто потому, что они там были. Ну, смотрите, во-первых, нет, ну тут есть момент относительно того, что данные компоненты попадали через третьи страны. То есть, другими словами, там создавалась цепочка продажи в одной стране, в другой стране, потом на подставное лицо уже непосредственно в Российской Федерации, потом уже, соответственно, передача их в военно-промышленному комплексу. То есть это активные действия со стороны непосредственно России. И тут очень важно убирать эти звенья. То есть новый пакет санкций всегда должен включать, в том числе и санкции против тех компаний в других государствах, которые обходят санкции, которые помогают обходу санкциям. Ну, я еще не закончил. То есть первый момент, который я сказал, это что компании не хотели бы, соответственно, это работать. Если вы говорите про какой-то серый или темный возможность поставки программного обеспечения, то в данном случае он очень ограничен. Почему? Потому что никто, например, отдельную службу для того, чтобы обслуживать программное обеспечение, которое вы получили, создавать не будет. Это очень дорого. Еще раз говорю, что российский рынок, он маленький. И второй момент. Китайцы имеют свой интерес. Во многих их продуктах имеют различные способы сбора информации про тех, кто использует их программное обеспечение, где оно стоит, какую информацию собирает, передает. Уже были соответствующие скандалы. Мы знаем про компанию Xiaomi, которые также были ограничены определенные компоненты, Huawei. Почему? Потому что они были связаны с тем, что фактически собирали ту информацию, которую не должны были собирать. Поэтому в этом случае Россия для Китая становится очень уязвима, потому что получая данную информацию, Китай будет однозначно использовать ее в своих целях. Поэтому использовать данное программное обеспечение, почему фактически была альтернатива международным банковским расчетам и отключение от SWIFT. И говорили, что есть альтернатива в Китае, но поставить для себя это программное обеспечение в России, это означает, что полностью отдать финансовую банковскую систему китайским спецслужбам. Поэтому отказались. Поэтому это еще один момент, почему это не используют. Но независимо от этого, что тут надо делать нашим партнерам? Это, конечно же, выявлять компании, которые поставляют свое программное обеспечение, к ним санкции, ограничения, даже какие-то определенные финансовые санкции, ограничения работы на других рынках. Это будет очень действенно. И в этом случае, конечно же, даже китайские компании не захотят выходить. Мы видим это, например, и по банкам, китайским банкам, которые не захотели помогать российской банковской системе по определенным поставкам вооружения. Китай, независимо от этого, не захотел принимать участие косвенно. Он принимает участие через Иран косвенно, он принимает участие через КНДР. Но напрямую таких поставок нет. Поэтому Россия в этом случае очень сильно ограничена. Конечно же, еще раз, независимо от всех этих моментов, санкции надо в этом направлении усиливать. Еще один аспект, Илья. Сегодня стало известно от агентства Reuters о том, что Российская Федерация на переговорах о зерновой сделке так называемой просит страны Запада ослабить санкции против Россельхозбанка. По крайней мере, агентство об этом сообщает. По информации Reuters, Крем хочет, чтобы с кредитной организацией восстановили отношения банки-корреспонденты. О чем может говорить вот такое прошение со стороны Российской Федерации в отношении Россельхозбанка? Они постоянно ограничены в своих расчетах. То есть даже поставляя... Они готовы, например, поставлять, условно говоря, тем странам, которые находятся под существенными санкциями, в ту же самую Сирию, в отдельные страны Африки. Но эти страны Африки, они подвязаны под международную банковскую систему. И когда ты не можешь получить платеж, то какой сенс твоей возможности поставить то же самое зерно? Поэтому это проблемы. То есть то, что мы говорили, в чем составляются санкции? Первый момент — это, конечно же, поставка сырья для того, чтобы вы ничего не производили. Второй компонент — это обработка, то есть это оборудование, технологии, возможности. Третий компонент — это логистика, когда ты не можешь осуществить поставки. Вот, например, в новом пакете санкции ограничения по цене на нефть, они действуют не по причине того, что запрещает поставлять нефть, а просто не будут страховать, и не будут перевозить. То есть если ты хочешь продавать дороже, ты можешь найти, попробовать найти какую-то компанию, которая перевезет. Но все-таки по тем странам, которые фактически охватывают более 80% всех этих услуг, по ним ты не сможешь, соответственно, осуществлять такие сделки. Это, конечно же, опять же, компонент банковских расчетов. То есть ограничивая банковские расчеты, мы фактически существенно уменьшаем возможности международной торговли Российской Федерации. Даже по этой зерновой сделке они получили определенные, определенные, ну не то что преференции, а снятие определенных санкций. То есть им позволит торговать зерном, но возникла проблема, как получить деньги за это зерно. Каким образом отдельные страны могут рассчитывать за зерно, которое они получают. Ну и, конечно же, это компонент непосредственно санкций, если какая-то страна торгует с Российской Федерацией. То есть мы должны постоянно бить по всем этим компонентам. То есть выявлять, где есть слабое звено для экономики российской и, соответственно, по этому слабому звену бить. Ну, как раз эта группа Ермака, она и работает над тем, чтобы выявлять эти слабые звенья, а также тех, кто уходит от санкций, акцентирует на нем внимание наших международных партнеров и международные партнеры уже работают над тем, чтобы убрать в своих пакетах эти лазейки и закрыть также какие-то возможности финансирования войны против Украины. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале писал ранее о более чем 60% выполненного плана Ермака Макфола. Ну, надеемся, что до 100% Российская Федерация сдастся, точнее, ее военная машина. Эта военная машина, в основном, по крайней мере, по мнению Жозапа Борреля, главы европейской дипломатии, может быть остановлена, в том числе, с помощью санкционного давления. Но складывается впечатление, что в основном санкционное давление, если такое происходит, оно будет направлено, перенаправлено, исключительно на, ну, в основном, возможно, на граждан Российской Федерации, либо на сферы жизни, экономики России, которые не сильно влияют на военную машину, вот эту вот путинскую. Пока что деньги есть, пока что есть калибры, пока что есть Иран, который готов поставлять вооружение Российской Федерации, возможно, в обмен на определенные ядерные преференции со стороны самой России. Есть КНДР, которая также Корея готова поставлять северное, возможно, определенное вооружение. Согласны ли вы с тезисом о том, что пока что военная машина, путинская, она едет. Да, иногда, возможно, со спущенными колесами, которые подкачивают со стороны Северной Кореи и Ирана. Но она едет, и вот конца, не знаю, двигатель пока точно не остановится. Ну, я не совсем согласен. Почему? Потому что объем производства, он уменьшается. Танки производят, ну, вот, например, они начали производить автомобили, но, извините, это автомобили конца 80-х годов. Это без тех компонентов, которые сейчас в каждом автомобиле есть, по умолчанию, а теперь их нету. То же самое касается танков. Да, они производят, условно, танки, но танки слепы, потому что нет соответствующего оборудования для того, чтобы видеть поле боя. Танки без соответствующего наведения, танки без тех же самых моторов современных, и, соответственно, их моторы, это старые, которые потребляют больше, гораздо больше топлива и имеют гораздо меньший ресурс. Поэтому в этом случае, то есть, не то, что она едет, но это уже явно не те возможности. Если мы будем продолжать такими же темпами уничтожать российскую технику и российских солдат, то, соответственно, мы видим, это понятно, что они ослабевают, и мы видим, как сильно уже в Кремле хотят переговоров. То есть, фактически, они уже обращаются даже к таким странам, которые не имеют никакого политического веса, но они заявляют про то, что необходимы переговоры. То есть, это показывает слабость и их политические силы, и слабость их военной машины. А относительно санкций против россиян, то в этом случае я скажу, если российский народ закрывает глаза или даже поддерживает войну, то абсолютно логично, что к ним также надо использовать санкции. Мы благодарим вас за участие в нашем эфире. Обязательно продолжим обсуждать эту тему. Благодарны за экспертизу. Илья Нисходовский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов. Анс был с нами на связи.